с картошкой связано многое первый секрет окрошки 3 чайные ложки чего секретного ингредиента опа просто феерия вкусов а смотрите колбаса пошла так рецепт классической окрошки все знают я вам его покажу как быстро что приготовить но помимо этого сегодня будет присутствовать окрошка 18 плюс самом конце покажу как в эту жару делать реально охрененную окрошку для взрослых не кричи громко ваня смотри в камеру там куча людей они хотят твою харизму даем свою харизму нет я харизму не дам никому основа классическая основа классической окрошки это салат мясо картоха и яйца мешаем режем нет режем мешаем и получается основа дальше можно добавить разные топпинги и всему свое время поехали не но я сейчас буду прям капитан очевидцем если скажу что можно на вечер поставить картошку варить выключить и утром ее снять берем отвариваем охлаждаем чистим две картошки и сейчас нарежем их кубиками поехали с картошкой связано многое особенно детство в школе короче давали реально каникулы чтобы копать картоху картохе было целое поле очень люблю прям вообще все ингредиенты нарезаем кубиками можно больше можно меньше честно не принципиально как вам нравится тоже не у нас реально крошки ведро сейчас будет съемочная группа большая всем кормить надо дальше приступаем пофигу за что у нас будут яйца за какое болеете заправы или залива победила право не а правая для вас левая для короче поехали чистим яйца я больше ничего не расскажу что ты мне говоришь что-нибудь рассказывать пошла ностальгия по детству вспомнил о том как я в детстве ходил собирать яйца курятник е-мое яйцо не но и чему конкретно так сказать что окрошка на кефире огонь как вружка на нет 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 фрейд нахер иди отсюда по поводу почему окрошка на квасе ну я наверно вкус и цвет на кошка на кефире на мой взгляд херня полный если честно но я вам скажу по секрету есть еще лучше окрошка чем на квасе вообще такой задел будет типа зачем он будет делать окрошку реально о чем вы узнаете в конце первый секрет окрохи это нормальная колбаса и колбасы должно быть много прям колбасы не жалейте и кубиками тоже шарашим также окрошку можно делать с курицей можно делать с мясом можно делать с языком с языком кстати точно окрошка имеет место быть с говяжьим все остальное там где мясо жестковатое мне лично не нравится все любители как это звать всех веганов я люблю есть офигенный альтернативный вариант для веганов короче вы можете в принципе мясо не ложить туда и сделать все без мяса окроха должна быть с мясом минус 1000 подписчиков ну тушь не но я же делаю и буду делать кинд рецепты без мяса надеюсь да вообще колбасы ни разу много не бывает колбасы бывает только нормально и мало туз гух это ваще огонь нет нельзя пока не готова быть нельзя все уже все нарезать даже маленький кусочек то крошки не достанется чуть-чуть колбасы редиску лучше сразу проверять чтобы она не горчила среди ска должна быть чуть сладковатая кстати по поводу окрохи почему это реально одно из моих любимых летних блюд не поддавалась термической обработки и в окрохе остается летом по факту окроха можно назвать все что взяли короче любой салат захерачили сделали добавили мясо добавили яйцо вот вам и получилась окрошка будешь пробовать такой маленький кусочек ну а как ты хотела я забочусь о да вот сгущенки эти шаг но потом так как редиска это твердая консистенция ее можно резать помельче так чтобы она короче ну прям создавала хруст сдавала структуру но не сильно яйца нарезали сейчас нарежем огурцы кстати огурцы тему когда с грядки срываешь ваще такой сочня короче если вы сорвали с грядки большой огурец ну прям здоровый у него кожа хреновая ну короче толстая вы прям берете маленькую ложку и выедаете огурец внутри бащи офигенно получается кто также ел огурцы в детстве напишите плюсик в комментарии плюс огурец я пойму где деревенские люди сразу петрушка лук но лука не должно быть много кстати еще можно кинзу надо было кинзу жахнуть кинза бы дала офигенно если будете вдруг будете покупать зелень купите кинзу кинза даст офигенный вкус укроп у нас будет украшать поэтому его можно крупнее так и все это лето отправляем в наш маленький тазик ну и дальше настала очередь секретного ингредиента буквально две три три чайные ложки чего секретного ингредиента все еще и рассказывать им буду а по не влазит видами я знал каперсы классная тема все что связано с салатами используйте но немного они дадут определенную кислинку яркость если вдруг где-то найдете черный маринованный перец обязательно берите офигенная тема я очень много где использую и если вдруг найдете где напишите в комментариях где нашли где покупали в россии не могу найти у меня он видите почти ничего не осталось он слегка перчит не так сильно как обычный перец и тоже в любом салате или блюде придает прям такую легкую остринку которая нечаянно попадает на язык можно добавлять чуть лимона но лучше уксус уксуса немного по факту одну столовую ложку солить по вкусу как получится обязательно в окрошке должна быть горчица и хрен вот смотрите здесь реально есть тема в москве по крайней мере крайне сложно найти охрененный хрен вот это хороший но мне мама присылает фен она прям сама его делает я бы его так есть не смог такого же хрена найти не могу поэтому берем максимально жесткий ядреный у нас не просто будет окрошка а будет просто феерия вкусов с точки зрения остроты лета а кстати и хрена и горчицы должно быть прям нормально я люблю нормально и я так ем не ну кстати хрена кажется что много на самом деле ни хрена не хреновый поэтому нормально так горчица чуть меньше вот столько и думаю смотрите колбаса пошла короче только сейчас догадался о том что хрен и горчицу надо было замешать в квас прям подаете такой охрененный класс наверняка так чтобы не было ни у кого выбор с горчицы или с хреном ни хрена вам и берете холоднющий кувшин из морозильника и окрошки должно быть много кваса должно быть мало ну нормально короче все вы понимаете так и понятно да сколько должно быть колбасы так сейчас подождите я скажу слушай мало хрена ни хрена ни горчицы не чувствуется слушайте вот это острота яркость колбаса все-таки рня по сравнению с тем что будет сейчас так мы должны сделать а где вам так эффектное появление окрошки для взрослых слышите да она взрослая крошка еще и шумнее оказывается однозначно имеет место быть может быть лучше взять полу сладкое у меня с хоя теперь сравниваем можно еще чуть-чуть посравниваю здесь кстати мне кажется можно наоборот меньше окрошки больше влаги легкий обед солнце лето жара но короче там есть вот это кислинка такая сухая который мне обычно нравится в чистом виде допустимо но здесь чуть оттеняет игру скорее всего полусладкая однозначно хорошая компания однозначно жара свежесть холодные взрослые окрошки будет смотреться супер офигенно вопрос настроение вопрос компания и то и то однозначно имеет место быть как пропаганда алкоголя ептать на нет зеленых зубах вы смотрите пишите в комментариях пробуйте экспериментируйте радуйте себя и близких если выпуск понравился ставьте лайк жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал будет дофигеще всего интересного сейчас внимание снизу начинают выезжать буковки 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 пошел рецепт поднимается уже за навес зашел все мутно на руки мои видно 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 как я махаю и пошла музыка таун да-да-да-да-да-да как-то музыка тан да 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 санта барбара кто не знает нет